За неделю более двух тысяч простуженных в Саранске, еще 900 жителей районов слегли с температурой. Как сообщают в Республиканском Роспотребнадзоре, заболеваемость по совокупному населению среди детей выросла на 30%. Эта ситуация повторяется ежегодно и связана она с осенней погодой и созданием коллектива в детских садах, школах и других учебных заведениях. Люди активнее общаются, соответственно, обмениваются вирусами. В настоящее время от больных с РВИ выделяются только аденовирусы и риносенциальные вирусы, то есть вирусы гриппа пока не выделяются. Эта ситуация обычно, вот такой подъем заболеваемости отмечается где-то до конца сентября, потом идет снижение обычной заболеваемости и рост заболеваемости мы ожидаем к концу года. Чтобы уберечься от простуды, медики советуют своевременную вакцинацию от гриппа. Только эта мера специфической профилактики заболевания наиболее действенна и эффективна. Бесплатно прививаются малыши шестимесячного возраста, дошкольники, школьники, студенты, а также работники здравоохранения, образования, транспортной и коммунальных сфер, беременные женщины и пожилые люди. Работающие населения проходят процедуру вакцинации за счет предприятия. В настоящее время у нас привито где-то около 90 тысяч человек, что составляет 11% от общей численности населения. То есть из них где-то это 25 тысяч привито детского населения, 65 тысяч взрослого населения. То есть иммунизация активно проводится. В целом мы планируем привить свыше 45% охвата населения, потому что вакцина будет закуплена еще за счет республиканского бюджета. Сотрудники Роспотребнадзора призывают не откладывать, прививаться до подъема заболеваемости, чтобы ваш иммунитет успел сформироваться. Прививаться нужно ежегодно, ведь состав вакцины каждый раз меняется. Тем, кто сделает прививки, новые вирусы гриппа не страшны, так как актуальные штаммы включены в вакцину и педсезона 2018-2019 годов. Марина Солонина, Владимир Надькин. Народные новости.